У коммунальщиков начинается горячая пора. Проверка боеготовности в этом случае шаг предсказуемый и правильный. В качестве инспектора первый заметитель председателя горисполкома Игорь Кисель. Здесь же гендиректор Побруск жилкомхоза и руководитель ДЭПа. Парк техники, газонокосилки, тракторы, грейдер, поливочные машины. Проверяется готовность техники, средств механизации, подготовка работников, наличие спецодежды, обучение. Проверка также показала, что предприятие готово к работе. Всего же парк коммунальной техники насчитывает свыше 100 единиц. Сюда входит абсолютно все, начиная от тракторов «Беларусь», заканчивая прицепами. Но ничего не вечно. Поэтому каждый год город закупает современные машины. На улицах уже работает новый грейдер. В конце апреля ждут еще один. В этом году будет закуплено 6 единиц комбинированных дорожных машин, которые будут летом работать как поливомоечные машины на базе «МАЗа». Зимой на них ставится пескоразбрасывающее оборудование, плужно-щеточное. То есть они универсальные, могут выполнять сразу две операции. И сгребание с подметанием, и сразу же посыпкой. Сейчас дорожники оккупировали Минскую. На центральной магистрали сосредоточен внушительный десант. Фриза срезает старый слой асфальта. Следом специалисты ведут подготовительные работы для укладки нового покрытия. Всего здесь задействовано порядка 10 единиц техники. Асфальт заменят на участке от Октябрьской до проспекта Георгиевского. Это свыше двух километров дорожного полотна. Срок годности покрытия, по словам специалистов, не меньше 10 лет. Асфальт на этом участке будет высокотехнологичным. Резина будет его основой, плюс добавит целлюлозу. Кроме покрытия дорожники меняют и бордюр. Планируем этот кусок сдать, поставить бордюр и уложить асфальтобетон на участке к майским праздникам, то есть к 9 мая. В этом сезоне также заменят асфальт на участке от проспекта Георгиевского до Орджиникидзе. В порядок приведут и улицу Интернациональную. Ее ждет капитальный ремонт. Максим Кемель, Андрей Богдан, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.